Всем привет еще раз, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот пока я здесь рыхлю и окучиваю, я уже говорила, что делаю последнюю обработку грунтовую томатов, я как раз хочу показать сорт русские колокола, потому что у меня в теплице просили, отойдите подальше, покажите кусты во весь рост, а там мне отходить некуда, там же ряды узкие, я не могу не отпятиться, ничего. Вот здесь в открытом грунте я вам сейчас покажу свои русские колокола, здесь они уже тоже давно спеют, я вот хотела подержать подольше, чтобы все спелые, как чтобы было много, только что обсуждали картинку, на которой все-все вешено плодами, но не тут-то было, природа дает свое, берет свое, и спелые плоды начали опадать у меня, ну это естественно, он поспел, он уже почти не держится на материнской, вот это на кусту, все, вот это русские колокола, вот смотрите, если про другие я говорю, я пасынки удаляю, то здесь до самой поздней осени, даже если какой-то пасынок образуется, я его не удаляю, потому что видите, что плоды кисти, плоды мелкоплодные, это томат мелкоплодный, кисти вот образуются они с самого низа и до верха, они почти везде одинаковый размер, даже на самом верху они не мельчают, как крупноплодные, у нас как крупные, внизу вот такой здоровый висит, потом средний, потом мелочь, а эти видите они, они идут и идут равномерно, сейчас я отойду подальше, чтобы показать вам, какие они на самом деле, и сразу скажу, что мужчина один написал, что не может найти в магазине русские колокола оранжевые, потому что есть пачки с красными русскими колоколами, я хочу сказать, что это одно и то же, я уже в прошлом году писала, некоторые люди отзывы писали, что у них расхождение, у них на пачке томатов нарисованы томаты красного цвета, а на другой стороне написано, плоды оранжевого цвета, то ли у них фотограф такой был, что или так свет упал неправильно, но вот я выращивала когда-то несколько лет назад вот с такой же пачки, с красными плодами, это и есть русские эти колокола, больше других нету, их вот один вид, и они редко продаются, и других я не видела вообще, вот это русские колокола, видите они, какой высоты, вот сзади на их фоне, вот там вот дальше, это высокорослые, они раза в два выше, а они вырастают в открытом грунте метр, ну даже 80-90 сантиметров, не больше, и все кусты такие, какие-то чуть больше, какие-то чуть меньше, но все они небольшие, и все они, видите какие, они очень хорошо, так плотненько нагружены вот этими томатами, вот у меня раз, два, три, четыре, пять, у меня всего 10 кустиков, но с 10 кустов получается очень хороший урожай, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это был краткий-краткий такой видеообзор томата, русские колокола на улице, как они выглядят, это невысокие, детерминатные, мелкоплодные, оранжевого цвета томаты, такие как сливовидные, что ли, ну как пальчиковые или русские колокола, очень сладкие, очень вкусные, красивые, идут и в засолку, и для употребления в свежем виде, и написано, что очень хорошо они подходят для диетического и детского питания, потому что у них повышенное содержание каротина, и оранжевые томаты вообще ценятся выше, и они считаются полезнее и вкуснее, чем красные. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова.